Ну чё, завтра идём гулять? В кино, может, сходим? Ты уже третью неделю подряд переносишь. Давай сходим, пожалуйста. Не, я не могу, извини. Парень не поймёт. Почему? Мы с тобой дружим 10 лет. Что это он такого не поймёт? Просто мы хотели с ним увидеться завтра. Ну, если я скажу, что я не могу, а в итоге пойду с тобой, то он меня потом не поймёт. Это будет странно. Вы с ним видитесь каждый день. Можно мы хотя бы с тобой хоть один день погуляем? Просто нормально. Но вот сейчас мы с тобой гуляем. Как гуляем? Я сижу у тебя дома и пью чай. Блин, Азиза, ты меня уже задолбал с этой темой. Хватит, а? Ладно, ладно. Кстати, как работа? А, я же бросила работу. А? Что случилось? Короче, у меня босс, он мужчина. И мой парень начал ломать меня к нему, поэтому пришлось бросить. Капец. Надо сейчас чуть-чуть приготовить. Вообще не знаю, что готовить. С каких пор ты готовишь? Это шутка. Мужчина нужно кормить, поэтому готовлю. Потом ему на дом курьером отправляю. И делать нечего, вы же даже не живёте вместе. Короче, тебе не понять. Ладно, кстати, у нас в следующей неделе сессия начинается. Нам нужно подготовить парные диалоги. А, так я взяла академ. Что? А когда ты восстановишься? Наверное, уже никогда. Просто не хотела отчисляться. Как же все твои цели, мечты о будущем? Как же со школы с тобой всегда мечтали быть вместе, быть свободным, независимым, путешествовать? Слушай, это были просто детские мечты. Сейчас всё по-другому. Взрослая жизнь, она другая. А, это ты из-за него, да? Мой домофон, это уже, наверное, он приехал. Взрослая жизнь, можно идти, пожалуйста? Просто он сейчас зайдёт сюда, он не поймёт меня. Ты серьёзно сейчас? Я не говорила ему, что ты придёшь, ладно? Только ты как-нибудь обойди, чтобы он не увидел, что ты выходишь. Ну ладно, пока. Спасибо за ужин.